С начала года в Новосибирске демонтировали 150 самовольных объектов торговли. Проще говоря, это палатки и прилавки, которые каждое лето буквально наводняют город. На самом деле, никто точно не смог бы назвать число действующих в городе стихийных точек торговли. Вероятно, сотни тысяч. Ежедневно сотрудники районных администраций совместно с полицейскими выходят в рейды по незаконной торговле. Дает ли это результат, выясняла Мария Черешнева. Еще раз вопрос вам задаю. Откуда вы здесь, кто вас разрешил здесь вставать? Документы брали в администрации? В мэрии? Разрешающие? Есть у вас документы? Ответ всегда приблизительно один и тот же. Документы есть, но только не прямо здесь и не прямо сейчас. Летом подобных палаток с дешевой китайской одеждой и обувью полно по всему городу. И ситуация везде одинаковая. Торгуют без разрешения. Вот и через дорогу точно такие же предприниматели увидели полицейских, прячут товар за считанные минуты. Здесь продавцу торопиться уже некуда. Протокол составлен. Закроем сейчас, сейчас собираем все. И дальше что? Ну дальше что, в другое место работаем. Так эмигрируют прилавки с одной точки на другую, только успевая следить. Эти стихийные и полустихийные палатки – наследие 90-х. Мы не можем победить, потому что, скажем так, некоторое время назад, в 90-е, в начале 2000-х, полномочия органов местного управления были существенно сокращены в этой части. Как вы видите, без полиции мы не можем ни истребовать паспорт, ни изъять продукцию. Штрафы с этого года выше от 2 до 5 тысяч рублей для физического лица, для юридического лица рецидивиста гораздо больше, до сотни тысяч. На месте, опять же, только в присутствии полиции, инспекторы могут разве что отобрать весы или калькулятор, хотя к продавцам зачастую никаких претензий. Цистерна с молоком. У владельца точки есть разрешение на торговлю в этом месте, но согласно документам, находиться он должен несколькими метрами левее, примерно здесь, где сейчас находится ларек с фруктами. То есть еще большой вопрос, кто и на каком основании выдавал это разрешение. Подобных спорных примеров сотни. Мы ни разу пока еще не встречали. Бывают случаи, что стоят не в том месте, либо вообще без разрешения. Те, кто стоят без разрешения и готовы работать официально, мы всем объясняем, что можно прийти в администрацию, в случае данной цистерны, получить паспорт мобильного объекта и стоять законно торговать. Но в отличие от надзорных органов, новосибирцев стихийные палатки не смущают, даже наоборот. Да, где стоят? Вышел, взял и счастливый домой. Мария Черешнева, Андрей Дулепов. Новости ОТС.